Здравствуйте, я вот сейчас совсем поздравился с кем-то за руку, а кого-то уже я не знаю. Так что здравствуйте. Я задержу вопрос. Не надо, чтобы он себе подыграл на басу? Не, не надо. Не надо. Вообще, все. Ладно, все, все. Нет, нет, нет. Часть шли по бумажке, но будем все перед собой встать. Расскажи чуть-чуть, пожалуйста. Да, я сейчас буду долго рассказывать. Мы все-все читаем. В общем, история приезда сначала накипела, накопилась, куча всяких записей идет, а выписка нигде нету, дома кухня, уже кухня ломаться начала. Звонил, ну, написал Роме, говорю, Рома, надо было выписнуть это дело. Вот прям потребность. И Рома-то как-то сразу подхватил, говорит, давай, мы сразу календарик все пометили. Чуть-чуть надо было, да? Да, надо было. В общем, я не знаю, может кто-то помнит, кто-нибудь ездил, когда я там пел. И вот мы с Володей как раз были на каком-то фестивале. Одном из, да, который был где-то в конце августа он обычно, да, проходит? Ну, в 11-м году. Да, ну, в каком-то вот прямо там фестивальное лето, такое прямо в ух, такое прямо про льбу. Вот мы с Ромой познакомились и как-то у нас все так душевно общаемся до сих пор, очень прямо от души. Вот. Как, ну, не знаю, про себе всегда неловко рассказывать. Как автор я пишу давно, раньше занимался, писал, сочинял. Как-то получилось, что у меня получается из всех четверых, вот я пришел в какой-то коллектив как гитарист, хотя играл на уровне всех остальных на гитаре. Вот. Просто уже все роли были распределены и не было, чем петь, какие песни петь. И вдруг я тот раз какую-то песню принес, ну, нормально. И вот так и началось. Я начал себя уговаривать, что я сочиняю. Вот. И вот до сих пор это все осталось, я до сих пор сочиняю. Но они все по-разному это слово называют. Кто-то сочиняет, кто-то оформляет на бумаге, там чужие мысли. Вот. То есть песни некоторые пишутся от души, как-то вот вдохновение, прям реальное вдохновение, прямо песня пошла. Есть также вдохновенные песни дурацкие, на шару написаны, но они тоже вдохновенные. Они вот на коленках там за 10 минут сочиняются, и они вот такие песни. А есть такие прям, мне кажется, они глубокие, мне так кажется. А есть песни, которые написаны, потому что я вот в форме. Я весь разгоряченный, я вот прямо много пою, много играю. И у меня прямо какие-то гармонии все время в голове чего-то и складываются, и иногда не хватает. Но это опять же мое личное мнение, потому что я в своей коробочке. Поэтому я и вот хочу попеть еще побольше. То есть какой-то период закрытого такого прошел, ну вот идет прямо, он никак не закончится, закрытого пения самому себе и друзьям. И всякими разными способами пытаюсь вырваться. Записи выкладываю в интернет какие-то. Ну, в процессе это рассказывать. Песня называется «Прохожий». Она не совсем новая. Песня называется «Прохожий». Песня называется «Прохожий». Песня называется «Прохожий». На минуту ее не изменится улица marked «Прохожий». Осень мрачно мочит тротуар. Эй, похоже, где здесь поблизости бар? Я никотин, я алкомин Индикультурен, как Гарри Юрин Письма всегда пишу на чистый век Милая, я твой кредитный должок Говори мне, пожалуйста, по телефону Немного слов, нежную слогу Кричи обо всем, я услышу любовь Между строк, между гудков Выпрямлю спину, услышав нотки отца Тепло, два раза, мамина кухня Когда ты молчишь со мной, моя душа От счастья пухня Я спою невероятную Видимо, ведом вреди, но веру забрал Где вы все прячете, звери и птицы мои Где за семи морями чудовища страшны живы Где так живут, что лишь бы проститься успеть Где те контрасты ими сразу пряники в плеч Где вы, герои отчаянных Где нет кино, где нет работы И полная смерть городов Где не растет с тобою Посаженный сад Где нет разницы, вас там или масса Где вечеринка, где пауза, музыки, бой Взятый был За дверью тотальный контроль Я подержу Покинутую Дом лица Снова беснуется Бомбы злобных слов Летят быстрей Эй, прохожий Проходи скорее Бомбы злобных слов Бомбы злобных слов